Друзья, всем привет! Мы снова на нашем проекте Сумарокова. Двухэтажный дом из газобетона в Заокском районе. Уже сняли леса, дом приобрел какой-то вид, какие-то очертания. И, кстати говоря, если вы досмотрите этот ролик до конца, вы еще увидите, как этот дом будет выглядеть в итоге. Приложим визуализацию красивую, как этот дом будет выглядеть уже после отделки, после всех-всех-всех работ. Потому что очень часто мы не дожидаемся итогового варианта дома, и нам кажется, что вот именно так он будет выглядеть. Нет, друзья, дождитесь окончания ролика, мы вставим визуализацию, как этот дом будет выглядеть уже в конце с террасой, со всеми делами. Ну а теперь, наверное, поднимемся наверх, поднимемся в дом. Дело в том, что здесь уже закончены кровельные работы. Сегодня последний день работы бригады на объекте. Давайте посмотрим, как там все у нас движется. Это у нас, значит, котельная. Здесь вот в прошлом выпуске я показывал, хранились все материалы, сейчас все пусто практически. Пароизоляция с теплоотражающим слоем. Дельта рефлекс. И одна из самых лучших пароизоляций. Вот упаковка осталась от лестницы чердачной Факро. Кто-то спрашивает, какая лестница. Ну, в частности, стандартная лестница на домах Сумарокова. Вот ее артикул, размер и так далее. Практически здесь уже пусто. В коридор выходим. Вот, кстати, здесь у нас в санузле еще лежит утеплитель. Рулонный, плитный. Рулонный, соответственно, 200 миллиметров толщиной. Это плитный. Контур утепления снизу. Это сверху 200, то есть у нас и в итоге 250 миллиметров утеплитель получается по чердаку. Здесь немножко остался контрбрусок сухой строганый. Здесь, опять же, хранилась у нас доска. В этом помещении это у нас кухня-гостиная. В общем, стандартное решение в домах Сумарокова. Очень удобно, кстати, друзья, хранить именно на первом этаже, когда все закрыто, когда перекрытие, есть пиломатериал. То есть в одноэтажниках такого нет. В одноэтажниках мы вынуждены закрывать пленкой. А вот в двухэтажниках прям вот большая комната, кухня-гостиная, как правило, всегда используется для хранения пиломатериалов. Вот сейчас комната стала посвободнее, сразу она приобрела какие-то очертания, масштаб, объем. Видите, чем отличается дом Сумарокова в Заокском районе. Там интересное окошечко уже рассказывал. Здесь оконно-дверной блок с выходом на террасу. Ну а здесь вот такая картина. Всего небольшой такой один выход и большой проем под русскую печь. Рассказывал уже неоднократно, надеюсь, что вы помните, что это уникальный дом в Сумароково, в котором будет интегрирована русская печь. Каждый дом в Сумароково чем-то отличается от других домов. Ну, наверное, уже много всего порассказал. На первом этаже давайте на второй поднимемся. Вот придется забраться нам здесь. Леса такие самодельные. По лестнице такая временная лестница, потом будет делаться уже металлическая лестница на металлокаркасе. Так, сейчас аккуратно, чтобы голову... Так, поднимаем голову вверх, друзья. И вот здесь уже смонтирована пароизоляция, и на дне уже утеплитель лежит. Ну, не везде, но, наверное, на половине чердачного перекрытия уже лежит утеплитель. То есть, что здесь мы видим? Мы видим дельта-рефлекс пароизоляция теплоотражающая. Мы видим вот эти синие полосы, которые герметизируют саморезы, крепеж в контурбруске. Там сверху контурбрусок, который на первом этаже лежит сухой строганой. И вот эта обрешетка из сухой строганой доски тоже будет поддерживать утеплитель. Он все-таки здесь будет давить, и, соответственно, будет поддерживать его. Вот такая классическая картина утепления чердачного перекрытия в каждой комнате. По контуру пароизоляция прижата специальной клейкой лентой, специальной по всему контуру каждой комнаты. То есть мы сначала загрунтовали поверхность, загрунтовали газобетон. После этого наклеили эту липкую ленту, будем так говорить, скотч, и склеили газобетон и пароизоляцию. Ну а стыки самой пароизоляции Дельта Рефлекс проклеены дельтовским тоже скотчем, мультибанд. Я думаю, многие знают этот скотч. Очень качественный материал. Продолжаются работы. Здесь еще некоторые узлы не сделаны. В частности, под вентиляцию здесь надо пароизолировать, скажем так, сделать более грамотно. Ну а так снизу уже много чего готово. Еще раз, наверное, вернемся в первую комнату. Здесь вот спальня. В первой комнате забыл показать выход под дымоход. Здесь вырежется дымоход. Здесь обрежется доска, и потом сделают дымоход и тоже загерметизируют это место. Ну а сейчас, наверное, нужно подняться вверх на самый чердак, так, чтобы было полное представление о утеплении чердачного перекрытия в домах Сумарокова. Друзья, мы наверху, уже на чердаке. Здесь немножко уже жарко, потому что тепло сегодня. Вот видите, пароизоляция уже, мы видим ее как бы под нами, под ногами. Над ней контрбрусок, на который как раз закреплена эта пароизоляция. Контрбрусок подбит под фермы. Вот фермы идут. И, соответственно, вот пошел утеплитель. Сейчас, может, с другой стороны покажу. Здесь у нас лаз чердачный, куда будет устанавливаться лестница Факра. Кстати, вон она дальше лежит. Сложная лежит, ждет своего часа. И, соответственно, вот мы видим по контрбрусу. Первый слой 50 мм уложен. И второй слой 200 мм, который уже под нашей фермы, под высоту нашей фермы. То есть, если брусок 50 мм, ферма 200 мм, всего 250 мм. Вот там, где уложено, вот оно лежит уже в уровень, даже чуть-чуть больше топорщица. Ну, то есть, минимум 250 мм получается. Ну, в таком виде он будет лежать на чердачном перекрытии в доме Самарокова. И не позволяет теплу выходить из дома. И также холоду не проходить внутрь дома. Уже после все отделки зашьются софиты. Не всегда их делают, потому что именно они подшиваются, как правило, ну, итоговый вариант делается после чистовой отделки фасадов. А пока на зиму придется, там, одну зиму, две зимы заказчику, может быть, позакрывать здесь пленочкой вот это пространство. Потому что сейчас оно у нас вентилирует чердак, да? А зимой это может быть плохо, потому что может задувать снег. Что еще посмотрим? Проходки вилповские. Вот это 125-я. Хотя нет, это 160-я, по-моему. 160-я. Поближе. Большая, здоровая, да, 160-я проходка. Вот там вот пластиковая, видите, совсем другая. Это фановый стояк, пластик, потому что там влаги много в фановом стойке. А вот это 125-я, как раз под вентиляцию помещений. Вот, и у нас здесь несколько труб, как я уже говорил, что здесь есть альтернативные планировки. И здесь некоторые трубы будут выполнять роль дополнительной вентиляции. Ну и также аэраторы точечные, ближе к коньку, тоже будут подтягивать, вытягивать воздух, который как раз поступает из зоны софитов. Вот такое у нас утепление, друзья, получается. Последние работы, буквально последний день. И в этом году мы заканчиваем работу на этом объекте. Как я обещал, смотрите визуализацию в конце видео. Ну и традиционно скоро нас ждет обзор этого дома со всеми объяснениями, планировками и так далее. Поэтому ставьте лайк, чтобы обзор вышел побыстрее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok